Итак, коллеги, добрый день. Меня зовут Трофимов Альберт Алексеевич. Я являюсь старшим юристом юридической компании Versus Legal, работаю в практике строительства и недвижимости и также занимаю должность ассистента кафедры административного финансового права Санкт-Петербургского государственного университета. Сегодня хотел бы предложить вам такую тему для обсуждения, для раскрытия, как развития юриста в юридическом консалтинге. Сегодняшний наш вебинар представляет собой некое профориентационное мероприятие. Напомню, что компания Versus Legal является уже не первый год генеральным партнером Санкт-Петербургского государственного университета как основного организатора студенческой всероссийской олимпиады Я-профессионал по направлению юриспруденции. И в рамках соответствующего партнерства мы с радостью готовы поделиться соответствующей темой, предложить какие-то вопросы для обсуждения. И здесь хотел бы оговориться, что наш сегодняшний формат онлайн-встреча позволяет в режиме онлайн-времени задавать вопросы. У нас есть соответствующий чат, поэтому, дорогие слушатели и участники, если у вас есть желание-возможность, пожалуйста, можете написать свой вопрос. Мы его с удовольствием посмотрим, обсудим, предложим какие-то идеи для дальнейшего развития вас как текущих и будущих профессионалов в области права. Напомню, что в прошлом году у нас тоже проводилось соответствующее мероприятие, профориентационная тема его была посвящена вопросу соотношения науки и практики в практической деятельности юриста. Очень подробно мы проговаривали о том, сколь полезно может быть такое партнерство науки и практики, сколь глубоко может быть взаимопроникновение этих двух мегасфер. И мы приходили к очень интересным выводам, что практическая деятельность юристов, она зачастую нуждается в такой научной подпитке. В то же время и наука находит много новых точек для роста, исходя из текущей практики. Сегодня поговорим с вами о развитии студентов, о развитии выпускников юридических факультетов, юридических вузов, когда они выходят на рынок труда, обращают свой взор к работодателям и пытаются определить свой карьерный трек. Если их взгляд падает в сторону юридического консалтинга, то сегодня я хотел бы вам представить несколько мыслей, идей, на которые есть смысл обратить внимание. Возможно, вы подчеркнете для себя какие-то полезные моменты с точки зрения подготовки к прохождению собеседования, к работе в юридическом консалтинге, что будет в любом случае для вас полезным. Еще пару слов скажу, что наша компания Versus Legal, она всячески приветствует молодых специалистов в своих рядах. Мы очень гордимся тем, что выступаем генеральными партнерами Всероссийской Олимпиады и не менее гордимся тем, что целый ряд ее успешных победителей прошлых лет либо проходили у нас стажировку, либо по сей день являются рядовыми и даже ведущими сотрудниками наших различных практик нашей компании. В связи с этим не могу не обозначить наш интерес и заинтересованность в том, чтобы ребята, которые участвуют в Олимпиаде, рассматривали нашу компанию как один из интересных вариантов дальнейшего развития своей карьеры. Ну, обращая внимание на тот вопрос, что же делать выпускнику юридического факультета после того, как он закончил и получил соответствующее образование, конечно, здесь надо сказать, что выбор стоит очень непростой. Есть ряд мегаглобальных, так сказать, сфер. Это частная или публичная служба, либо различные иные треки. Что мы подразумеваем под частной сферой? Ну, в первую очередь, это, конечно, юридический консалтинг. Это как направление, юридическое направление соответствующего бизнеса может интересовать выпускников, юристов, которые хотят развиваться в частном секторе, выступать консультантами, экспертами по различного рода вопросам. Помимо юридического консалтинга может стать вопрос о том, что выпускник хочет пойти работать инхаус юристом, то есть юристом, который работает в штате конкретной неюридической компании и обеспечивает выполнение юридической функции внутри конкретного работодателя. Кроме того, можно рассматривать варианты поступления в адвокатуру по результатам прохождения соответствующей стажировки, сдачи экзамена, и после этого вас может ожидать возможность реализовывать и начать вести собственную юридическую практику в качестве статуса адвоката. Альтернативой этому блоку можно признать поступление на государственную службу. Ну, напомню, что здесь тоже есть целый набор вариантов, которые могут реализовать студенты. Это поступить на государственную службу в органы государственной власти, на муниципальную службу, можно пойти работать в правоохранительные органы, в органы законодательной власти, либо особняком я бы здесь выделил поступить на службу в судебную систему, поскольку она для любого юриста представляет собой определенный интерес. В той или иной степени многие из практикующих юристов с ней сталкиваются, даже те, кто не занимается судебным представительством, но так или иначе те правовые позиции, которые разрабатываются в рамках судебной системы, они так или иначе все равно влияют на работу всех юристов. Либо это же может быть некий третий блок, он носит открытый характер, по моему мнению, туда можно включить научную карьеру, то есть когда студент по результатам окончания магистратуры поступает в аспирантуру, успешно защищает кандидатскую, потом докторскую диссертацию, соответственно, научная составляющая будет основной для его развития как профессионала в области права. Кроме того, это может быть что-то творческое, что-то новое, необычное, я это условно предлагаю сформулировать как бизнес на стыке с правом, то есть это может быть какой-то стартап, в котором, соответственно, юрист принимает очень активную роль и помогает этому стартапу реализоваться, достичь соответствующих показателей роста и тем самым реализовать себя. Либо же это могут быть любые иные формы, которые мыслимы соответствующему выпускнику и которые можно найти на рынке. Продолжая, переходя к вопросу о том, как же может юрист развиваться в рамках юридического консалтинга, хотелось бы сделать несколько базовых оговорок, через призму которых я предлагаю рассматривать отдельные вопросы. Во-первых, конечно, это индивидуальность подходов в развитии карьеры. Так сказать, у каждого выпускника, у каждого студента-юриста есть свои представления о том, что бы он хотел, чем бы он хотел заниматься в своей практической деятельности, в какой отрасли права он хотел развиваться, каким видом юридической деятельности ему интересно практиковать. Многое зависит от специфики конкретной юридической фирмы, с которой сотрудничает конкретный выпускник. Нельзя, на мой взгляд, сказать, что все юридические консалтинги одинаково подходят, как к вопросу о подборе, подбору, к подбору трудовых ресурсов, даже к вопросу о проведении собеседования, анализу CV, направлению тестовых задач и так далее. Тем более различаются подходы к срокам, к порядку прохождения соответствующего карьерного трека, к тем критериям оценивания, которые кладутся в основу того, чтобы принять решение о повышении сотрудника в рамках юридического консалтинга. Поэтому те мысли, которыми я предлагаю сегодня поделиться, обсудить, они должны рассматриваться, на мой взгляд, через то, что все довольно индивидуально. При этом мои предложения основаны на той практике, которая существует на юридическом рынке России на сегодняшний день. Соответственно, так или иначе, мы можем предполагать, что в том или ином консалтинге эти явления присутствуют, и их можно учитывать при планировании своей дальнейшей карьеры. Поговорим немного об особенностях юридического консалтинга, которые существенно отличают эту сферу от любой другой юридической деятельности. Конечно, мы, когда завершим этот анализ, поймем, что, возможно, где-то есть существенные пересечения или не такая уникальная особенность, о которой мы говорим на самом деле. Но в то же время это те специфичные характеристики, которые точно нужно знать и на которые следует ориентироваться. Предлагаю начать с того, чтобы отметить возможность понятного карьерного роста для работника юридического консалтинга. Начинать свою практику в юридическом консалтинге можно с различных позиций. Как правило, это позиции стажера или помощника юриста, либо младшего юриста. В зависимости от того, в каком возрасте, с каким образованием приходит потенциальный соискатель в юридический консалтинг. Но, как правило, эти позиции таковы. При этом во многих юридических консалтингах выстроена довольно последовательная и понятная система внутреннего роста. Она может завязываться не только на внутриличностный рост, но и в первую очередь, наверное, на экспертность, на рост экспертной составляющей конкретного сотрудника, его готовность разделять ценности этой компании, в которой он работает, ценности клиентов, успешность реализации проектов, которые получаются этому юристу. Ну и поскольку юридический консалтинг является коммерческой сферой деятельности, то каковы финансовые результаты деятельности от тех проектов, в которых участвует тот или иной специалист. Тот карьерный рост, который я предложил посмотреть, с указанием тех позиций, которые приведены на слайде от стажера-помощника до уровня партнера, надо тоже оговориться, что они не являются, во-первых, исчерпывающим перечнем, во-вторых, могут отличаться от компании к компании, от практики к практике в рамках даже одной юридической фирмы. Соответственно, это лишь общее понимание, которое должно быть у юриста, который приходит на работу в юридический консалтинг. В то же время, переходя ко второй позиции, хотел поговорить о системе контроля качества. Вот эта выстроенная условно-иерархичная система, она позволяет очень успешно реализовывать внутренний контроль качества, результата тех услуг, которые предоставляет юридический консалтинг. Конечно, когда молодой специалист, который пришел после сдачи государственных экзаменов из университета, может и не иметь полного представления о том, какими вопросами ему придется заниматься в конкретном проекте этого юридического консалтинга. Для этого старшие коллеги, безусловно, должны поставить очень четкую первичную задачу, чтобы было понятно, что подлежит проведению соответствующего анализа, как организовать процесс работы, что необходимо учесть, в каком виде выдается результат. Помимо этого, внутри этой системы обычно система контроля может отличаться еще в зависимости от практики к практике в рамках этой компании, но последующая перепроверка старшими коллегами является обязательной практически везде. Иногда допустима и двукратная проверка, например, руководителем практики, который еще и следующим вышестоящим контролем будет мониторить и выдавать соответствующий ответ непосредственно клиенту. На мой взгляд, это очень важная составляющая, поскольку, с одной стороны, позволяет молодому специалисту очень быстро наращивать соответствующий опыт благодаря взаимодействию со старшими коллегами, с другой стороны, снять внутреннее напряжение, связанное с тем, что на первые недели, месяцы работы в юридическом консалтинге, может не ощущать себя как высококвалифицированный специалист с точки зрения того, что он еще не имеет длительного опыта работы над конкретными проектами. Чем еще отличается юридический консалтинг? Различными типами работы. Условно я их предлагаю разделить на стандартный консалтинг. Это рассмотрение различных вопросов от клиентов, подготовка правовых заключений, юридических справок, консультации, ответов на вопросы, анализ законодательства, анализ различных правовых кейсов и выдача соответствующего результата, как консультации. Кроме того, это может быть литигаторство или представительство, то есть работа в качестве представителя клиента на различного рода мероприятиях, например, при проведении переговоров, при заключении сделок, либо судебное представительство, ну и здесь, соответственно, требуется еще и получение диплома о высшем юридическом образовании по действующему законодательству. Соответственно, еще у нас есть договорная работа, которая тоже может занимать определенное количество рабочего времени у сотрудника, ну и иные формы, опять-таки это в качестве примеров привожу, как основные направления деятельности. Понятно, что ими может не исчерпываться. Практика в нашей стране юридическая, она, как и во всем мире, довольно богата на различные сюжеты, она каждый день может преподносить новые сюрпризы, представлять вызовы для развития юридических компаний и для ее сотрудников. Соответственно, ограничить каким-то исчерпывающим перечнем довольно сложно эти виды деятельности. Следующей особенностью, которая является, на мой взгляд, очень положительной для развития карьерного трека молодого специалиста, это быстрое наращивание экспертности. Благодаря тому, что молодой специалист попадает в сферу, где он может реализовать себя в различных сферах, в различных отраслях права, на стыке различных областей знаний, он приобретает, соответственно, новые компетенции. Работа в команде позволяет обмениваться опытом, получать и впитывать этот опыт от старших коллег. Кроме того, большой спрос на юридические консалтинговые услуги от клиентов, он позволяет постоянно расширять свое представление о юридической практике, наращивать эту экспертность, погружаться в какие-то новые области знаний, тем самым повышая свою экспертность, наращивая свой экспертный потенциал и тем самым повышая свою ценность как сотрудника для конкретной юридической службы, так и себя как эксперта, в принципе, на юридическом рынке труда. Продолжая разговор об особенностях консалтинга, нужно отметить и такую приятную и понятную в ряде ситуаций возможность, как потенциал для роста соответствующего дохода, роста заработной платы конкретных сотрудников, связанная с конкретными результатами его деятельности. То есть мы здесь можем провести довольно четкое разграничение между публичной службой, которая завязана на определенного рода норматива. В этом смысле юридический консалтинг, как сфера бизнеса, она позволяет более гибко реагировать на те достижения, которые может выдать конкретный сотрудник. И в зависимости от тех критериев, которые установлены в конкретной компании, обеспечивать его соответствующим доходом. Следующая особенность – это командировки. Многие коллеги, поскольку юриспруденция в принципе творческая профессия, многие коллеги рассматривают зачастую возможность участия в конкретных командировках как некое путешествие. И действительно у нас очень много примеров, когда сотрудники, в первую очередь, которые участвуют в различных переговорах с партнерами наших клиентов, с контрагентами, с органами государственной власти при участии в различных заседаниях, в том числе судебных, имеют опыт представительства по всей стране. Поэтому действительно, если у человека есть желание участвовать в соответствующих командировках, то это тоже может выступить в качестве приятного бонуса с точки зрения его рабочих, так сказать, путешествий. Что еще из особенностей юридического консалтинга можно выделить, так это необходимость для конкретного сотрудника разделять ценности клиента в условиях действующего законодательства. Очень такой интересный момент. Не часто я встречаю на площадках различных вебинарах, чтобы кто-то поднимал эту тему, но мне кажется, она довольно интересна и важна, поскольку довольно большое количество работы посвящается конкретным клиентам, то успех в реализации тех или иных задач, он во многом зависит от того, каково отношение конкретного юриста, как профессионала, к своему клиенту. И здесь поднимаются, конечно же, вопросы профессиональной этики, вопросы внутренней оценки возможности работать с людьми, навыки общения с различного рода клиентами, которые могут и за рамками рабочего времени ставить те или иные вопросы, которые для клиента являются важными. И здесь во многом вот эта внутренняя готовность молодого специалиста реагировать на те или иные запросы, она тоже может играть большую роль, большое значение. Юридический консалтинг также отличается от других видов юридических профессий, на мой взгляд, развитой корпоративной культурой. В чем это выражается? В том, что юридический консалтинг, ему свойственна командная работа, объединение различного рода специалистов для различного рода проектов, которые основаны на особого рода философии, связанные с тем, что нам необходимо как высококвалифицированным юридическим специалистам обеспечить высокое качество наших консультаций и при этом оставаться в рамках нашего профессионального сообщества и в рамках действующего законодательства. Ну, кроме того, в корпоративную культуру входят различного рода внутренние особенности, работы, взаимодействия, это вопрос, связанный с различными вне рабочими мероприятиями, то, как компания подходит к, даже условно, как она подходит к различного рода корпоративным мероприятиям, отметить день рождения компании, отметить Новый год. По-разному юридические консалтинги к этим вопросам подходят, но в то же время это возможность для взаимодействия внутри компании и также для показа того, что молодой специалист готов к росту, к общению со старшими коллегами, к тому, чтобы продолжать учиться. И вот эта корпоративная культура, она во многом помогает молодым специалистам в ускоренном режиме продвигаться по своему карьерному треку. Сейчас хотел бы перейти к вопросу о том, какие навыки знания важны и ценны для компании юридического консультанта в молодых специалистах, которые не относятся к основным, так сказать, hard skills, к основным профессиональным знаниям в области юриспруденции. Юридическая практика показывает, что навыки и знания в области менеджмента во многом помогают организовать и, в первую очередь, тайм-менеджмент, позволяют куда более эффективно организовывать свое рабочее время, организовывать работу клиента по различным проектам, что влияет на итоговый результат сроки реализации проекта. Знания в области бухгалтерского налогового учета могут позволить существенно упростить работу, например, с дебиторской задолженностью, консультирование по налоговым вопросам в принципе не обходится без анализа бухгалтерской налоговой документации, поэтому это та область, которая тоже должна стать точкой для изучения молодого специалиста. Кроме того, это вопросы маркетинга, вопросы обозначения себя как эксперта, это понимание бизнес-процессов клиентов. Без понимания того, как происходят такие процессы у клиента, очень сложно порой понять, какая доказательственная база может быть использована при разрешении того или иного спора, какая документация подлежит оформлению, какая документация является излишней, какие доказательства являются допустимыми с точки зрения действующего закона, кто из субъектов, задействованных в том или ином споре, является носителем необходимой информации, в связи с чем необходимо провести интервьюирование этой части клиентских трудовых ресурсов, чтобы понять, например, как на самом деле обстояли дела перед тем, как готовить правовую позицию в суд. Кроме того, это вопросы психологии. Очень важно обладать соответствующими коммуникативными способностями для взаимодействия со своими коллегами, для взаимодействия с оппонентами. Ни для кого не секрет, что юриспруденция ежедневно сталкивается, практическая деятельность в этой сфере сталкивается с разрешением споров, то есть с конфликтной деятельностью. Соответственно, психологическая устойчивость – важный навык для преодоления различного рода трудностей и для успешной реализации проектов. Кроме того, это вопросы в области логистики, в области финансов, в области управления проектов, управления человеческими ресурсами. Это различного рода soft skills и иные навыки знания, которые могут обладать соответствующей спецификой в зависимости от того типа юридической работы, которую мы упоминали раньше, представительство, консалтинг или договорная, или иная работа. В зависимости от сферы работы клиента, будь это товарная деятельность по продаже, по реализации товаров, либо это компания его в сфере строительной деятельности, которая занимается крупными строительными проектами, везде есть своя специфика, которая требует соответствующего учета, но при этом нужно оговориться, что то, что в университете, например, может отсутствовать в рамках образовательной программы, та или иная дисциплина, посвященная, например, финансам, это совершенно не должно означать, что путь для молодого специалиста в юридический консалтинг закрыт, я бы сказал наоборот. Это те знания, которые приобретаются в процессе подготовки к реализации соответствующего проекта, это то, что молодой специалист может изучать самостоятельно, развивая свой горизонт, понимание тех или иных процессов. Соответственно, это те вопросы, которые могут быть глубоко изучены и в рамках реализации, в рамках работы в конкретной юридической фирме. Отмечу, что вот эти экспертные вопросы, связанные с увеличением, с формированием экспертности у сотрудников, они интересуют не только самого молодого специалиста, но и саму компанию, в которой работает такой специалист. Почему для самой компании это важно? Во-первых, это связано с тем, что увеличение экспертного потенциала самой компании повышает доверие со стороны клиентов, расширение пула вопросов, по которым юридическая компания может оказывать консультационные услуги, оно позволяет увеличивать свое присутствие на юридическом рынке, тем самым увеличивая доходность. Соответственно, повышение экспертности молодого специалиста, оно связано с увеличением, так сказать, проекта емкости компании-консультанта, то есть того объема проектов, который может реализовывать юридическая компания на юридическом рынке. Ну и, конечно же, это развитие правовой культуры, тоже очень такой важный вопрос, на мой взгляд, потому что чем больше у нас в стране появляется специалистов, которые способны понятным для бизнеса языком объяснять различного рода законодательные предписания, тем больше возможностей у неюридического бизнеса погрузиться, понять, научиться и тем самым повысить общий уровень ведения бизнеса в России. Соответственно, чем больше молодых специалистов приходит в юридическую сферу, тем больше возможностей для развития этой области правовой культуры и повышения, в принципе, юридической грамотности российского рынка. Говоря на заданную сегодня тему, хотелось бы также обратить внимание о тех важных навыках, которые необходимы для работы в консалтинге. Ну, конечно, одним из основных это... Ну, даже здесь не буду оговаривать, да, про наличие hard skills, глубокого понимания и высокого уровня экспертности в той отрасли права, по которой вы планируете специализироваться. Это даже не обсуждается, это как базовые условия, исключительно высокий уровень знаний в соответствующей области. Здесь я бы хотел сказать про взаимосвязанные навыки работы в консалтинге. Во-первых, это быстрое погружение в проблему. Не секрет, что для многих молодых специалистов различного рода задачи, они становятся неким откровением, поскольку опыта соответствующего нет, новые задачи воспринимаются как новая история, новая точка роста, по которой еще раньше не было опыта, соответственно, возможности конкретного молодого специалиста быстро разобраться в фактических обстоятельствах, выявить правовую проблему, определить недостаток доказательственной базы, определить порядок работы с клиентом по выявлению этих самых доказательств и по завершению формирования правовой позиции. Это тот навык, который способен показать, что молодой специалист готов обрабатывать большие объемы информации, готов качественно ее перерабатывать и предлагать соответствующий результат. Все это напрямую совершенно точно влияет на сроки реализации проектов, успешность его воплощения для соответствующего клиента. Не секрет, что большой объем задач, которые ставятся перед молодыми специалистами, требует усидчивости. Большой объем аналитической работы, которая достается молодым специалистам, она, безусловно, требует навыка довольно длительного, готовности к длительному анализу, работы с современными правовыми, в первую очередь электронными базами данных, что, конечно, будет только приветствоваться, если такой навык у молодого специалиста уже присутствует. Ну и здесь, на самом деле, тоже, поскольку у меня есть определенный опыт ведения семинарских занятий в рамках университетского образования, то хотел тоже привести такой интересный пример, когда мы со студентами обсуждали в рамках полуторачасового семинарского занятия, насколько целесообразно назначать перерыв в середине между занятиями. Ну и на самом деле стоит отметить, что полуторачасовое занятие, оно на самом деле не представляет собой довольно такого длительного мероприятия, поэтому, понимая, сколь длительными могут быть и судебные заседания, и переговоры с контрагентами, и обсуждение в рамках соответствующих заседаний комиссии в органах исполнительной власти, навык соответствующей усидчивости, он может приобретаться студентами уже со студенческой скамьи. Следующее, что хотелось здесь сказать, это многозадачность, это готовность держать в оперативной памяти различный набор задач, вопросов, которые подлежат соответствующему анализу и обработке, и возможность молодого специалиста переключаться с одной задачи на другую и потом возвращаться, например, к ранее поставленной задаче. Это предопределено во многом специфика работы с отдельными клиентами, с оперативностью, срочностью поставленных задач, поэтому такие навыки предъявляются к молодым специалистам. Говоря о юридическом консалтинге, может сложиться впечатление, что кроме усидчивости и большого объема работы, собственно, и нету иных, так сказать, вопросов, которые могут повлиять в сторону принятия решений молодым специалистам не в пользу юридического консалтинга, но здесь хотелось бы отметить, что ряд таких, условно назвать, не проблемных, а трудных моментов, они все имеют определенные механизмы и методы преодоления, благодаря которым юридический консалтинг все равно может оставаться в качестве одной из интересных для молодых специалистов направлений развития. Упоминавшийся объемный, так сказать, рабочий день, он может быть нивелирован посредством смены форм рабочей деятельности, занятия спортом, различными отпускными форматами, работой в комфортном офисе. Соответственно, если молодой специалист переживает за то, что ему нужно много работать, что повлияет на его трудоспособность, то здесь есть ряд и иных механизмов, которые так или иначе могут нивелировать какой-либо негативный эффект, если он для конкретного молодого специалиста оценивается как существующий. Конечно, нужно обладать определенной стрессоустойчивостью, поскольку сложность, оперативность, объемность задач, которые могут поручаться молодым специалистам, они, конечно же, могут вызывать стресс. Но здесь есть ряд довольно стандартных механизмов, которые используются сотрудниками для того, чтобы снижать уровень стресса. Во-первых, это хороший тайм-менеджмент, который позволяет разложить по полкам в определенной последовательности с установлением сроков, в какие задачи, когда, в какой командной структуре подлежат разрешения. Во-вторых, это навыки психологической устойчивости, которые, в моем глубоком убеждении, формируются уже на студенческом уровне. И, конечно, этот навык, он является приобретаемым, поэтому тренируемость этих в текущих обстоятельствах работы, он свидетельствует о том, что это тоже является преодолимым обстоятельством. Есть определенная специфика, связанная с необходимостью общения с различными клиентами, с различного рода специалистами, с сотрудниками клиентов, с сотрудниками юридической службы, с представителями государственных органов. И здесь, конечно, могут возникать определенные сложности, поскольку это, опять-таки, конфликтогенная зона во многом. Приходится соблюдать деловой этикет, и это то, что способно уберечь и психологическую устойчивость молодого сотрудника и обеспечить успешной реализацией конкретной задачи. Это и вопросы профессиональной этики, и корпоративной культуры, которые задают те формы, те подходы, в которых молодой специалист юридического консалтинга может и должен общаться с представителями клиента, служб, органов власти и так далее. Отдельно большая проблема на сегодняшний день, тоже широко обсуждаемая в юридической сфере, это проблемы, связанные с внутренним выгоранием. Здесь надо отметить, что тоже присутствует и психологами разработано большое количество способов преодоления или предупреждения такого внутреннего выгорания, которые многими и специалистами по работе с сотрудниками в юридических службах, и партнерами, и руководителями практик, и более младшими специалистами успешно реализуются, что позволяет сохранить готовность молодого специалиста продолжать реализовывать его карьерный трек. Что это может быть? Что это за способы преодоления? Это, во-первых, поиск новых сфер деятельности, это постоянное поддержание интереса молодого специалиста к той сфере, в которой он трудится на сегодняшний день, это выбор молодым специалистам точек роста, определенного фокуса, который может быть охарактеризован как определенная искра, которая позволяет ему внутри себя поддерживать постоянное желание работать, готовность работать и выдавать качественный результат. Кому-то помогает, и мне кажется, что у большинства юристов такое внутреннее понимание сформулированной миссии, зачем он занимается, в принципе, работает, находится в своей профессии, почему он помогает тем или иным клиентам, почему он это делает так, тоже, мне кажется, способна уберечь молодого специалиста от соответствующего рода проблем, связанных с выгоранием. Говоря о развитии в консалтинге, отметим, что у молодых специалистов есть, опять же, это все очень индивидуально, в зависимости от интереса, в первую очередь, самого молодого специалиста, очень много возможностей для собственного развития. Ну, ни для кого не секрет, что и в частности наша компания Versus Legal обеспечивает возможности для вполне успешного и комфортного совмещения юридической практики с учебной деятельностью. В частности, у нас регулярно проходят стажировку студенты еще и третьего и четвертого курса бакалавриата. Ну, студенты, когда переходят на обучение в магистратуре, уже полноценно могут заниматься соответствующей практикой, представительствовать в судах, поскольку имеют соответствующий диплом и так далее. Есть у нас очень много интересных примеров защиты магистрских и даже кандидатских диссертаций, защиты кандидатских и даже диссертаций, которые показывают, сколь гибкими могут быть возможности работодателя и готовность молодого специалиста заниматься саморазвитием. Кроме того, это вопрос развития личного бренда и, на мой взгляд, юридический консалтинг, он является лидером среди других юридических профессий, которые позволяют молодым специалистам заниматься этой точкой приложения усилий. Это различного рода публикации в СМИ, выступления на экспертных площадках, это представление результата клиенту, это взаимодействие с научными учебными организациями в рамках реализации различных проектов и так далее, и так далее, и так далее. Кроме того, возможности, которые есть в консалтинге, это различного рода, так сказать, корпоративные бонусы, это тоже ни для кого не секрет, что различные консалтинги, поддерживая интерес и будучи заинтересованными в развитии той самой экспертности, о которой мы говорили, поощряют и поддерживают изучение иностранных языков, занятия спортом, решение различных медицинских вопросов в рамках существующих практик и так далее, что тоже может учитываться молодым специалистам как некий положительный плюс в сторону выбора работы в юридическом консалтинге. Ну и, конечно, это комфортная рабочая атмосфера, поскольку юридические консалтинги, они практикуют передовые практики организации офисного пространства, организации труда, управления человеческими ресурсами, соответственно, это напрямую влияет на внутренний комфорт работника, на получение удовольствия от той работы, которой он занимается, и что влияет на те результаты, которые выдают молодые специалисты. Потихоньку завершая вопрос о развитии в рамках самого юридического консалтинга, хотел бы, наверное, несколько точек добавить для понимания того, на что стоит обратить внимание молодому специалисту, когда он только пытается устроиться на работу, юридический консалтинг. Мне кажется, что эти вопросы тоже довольно важны. Стандартным инструментом трудоустройства и знакомства с потенциальным работодателем является конкретное и понятное CV, curriculum vitae, в котором понятным образом соискатель описывает свои hard skills, свой опыт, свои знания и навыки, если они к моменту подачи соответствующего CV уже сформировались. Очень важным является, на наш взгляд, наличие сопроводительного письма к такому CV, и не стоит, на мой взгляд, пренебрегать качественным написанием, оно может быть, на самом деле, не очень подробным, но в то же время это письмо позволяет сформировать потенциальному работодателю некую оценку, некое понимание того, какова мотивация у соискателя для работы в вашей компании, на что он обращает внимание, может быть, какие-то вопросы он обозначит в этом письме к самому потенциальному работодателю, что тоже будет довольно нестандартно. Это показывает и заинтересованность, и истинный интерес соискателя к работе в юридическом консалтинге. Наличие или отсутствие этого сопроводительного письма, оно, конечно, 100% не предопределяет вопросы трудоустройства, но во многом может способствовать принятию решения в положительную для соискателя сторону. Кроме того, очень важно, на мой взгляд, и это позволяет работодателю оценить, как взаимодействует потенциальный соискатель, потенциальный работник с работодателем, через стиль общения. Официальный, деловой, как этого требуют нормы делового этикета, либо это какая-то неформальная попытка выйти на соответствующий контакт, что тоже будет довольно нестандартно, но вряд ли будет способствовать принятию положительного решения. Оперативный ответ на вопросы работодателя, готовность подготовить какой-то подробный ответ на тестовое задание, чтобы показать свой уровень профессиональных знаний в конкретной области. Все это тоже свидетельствует о высокой степени заинтересованности соискателя, и тем самым будет играть в плюс для него при принятии решения от родоустройства. Завершая нашу сегодняшнюю основную часть, коллеги, хотел бы во-первых, пожелать удачи всем участникам Всероссийской студенческой олимпиады, я профессионал по направлению юриспруденция. Напомнить, что наша компания, как и другие, тоже заинтересованы в высококвалифицированных молодых специалистах, которые готовы реализовывать свой профессиональный путь в юридическом консалтинге. Versus Legal с удовольствием готовы рассматривать предложения и пожелания потенциальных соискателей о прохождении стажировок, о поступлении на трудоустройство, в частности, вот рабочий контакт, например, мои, можете увидеть сейчас на слайде, если что, обращаться с соответствующими вопросами. Напомню, что по результатам проведения соответствующей олимпиады и подведения итогов будет отдельно рассматриваться вопрос о приглашении победителей студенческой олимпиады для трудоустройства на соответствующих позициях в рамках нашей юридической кампании. Дорогие коллеги, если у вас есть какие-то вопросы, готов на них ответить. Вижу вопрос, действительно ли в консалтинге есть возрастной потолок, ограничивающий начало карьеры в консалтинге. На мой взгляд, никакого возрастного потолка или минимальной планки, которая существует, его нету. Поскольку юридическая компания, она заинтересована в первую очередь в экспертности, в специалисте, который готов и заинтересован работать по различным проектам, сопровождать клиентов и так далее, то вопросы возраста, они если вообще имеют какое-либо значение, то стоят явно где-то в самом последнем месте. Поэтому я бы ответил на этот вопрос так. Возрастной ценз какой-либо отсутствует и мне кажется, что во многих случаях, в абсолютном большинстве случаев он был бы неуместен. Но молодые специалисты, в них всегда как в новых сотрудниках, в новых носителях энергии, в новых носителях идей, которые готовы привносить в работу этой компании новые предложения, конечно же, юридический консалтинг заинтересован. Поэтому всех, конечно же, призываю подумать, выбрать те компании, которые являются уникальными, ведущими и, конечно, ориентироваться на лучшие практики, которые есть на российском юридическом рынке. Коллеги, вопросов пока больше не вижу. Большое спасибо всем за внимание. Буду рад увидеться с вами на других площадках. А вот коллеги, увидел один вопрос. Если мы еще в эфире, то готов на него тоже ответить. Подскажите, пожалуйста, берете ли вы на стажировку студентов третьего курса бакалавриата видимость с вопросами в том числе о частичном трудоустройстве. Компания Versus Legal действительно имеет опыт проведения организации проведения стажировок для студентов, обучающихся и на третьем, и на четвертом курсе бакалавриата. Недавно вот у нас несколько студентов из МГУА проходили соответствующую стажировку. Студенты Санкт-Петербургского государственного университета тоже периодически проходят у нас стажировки. Поэтому, да, конечно, это возможно, как я уже говорил, все довольно индивидуально. Здесь необходимо и этот вопрос, который я, например, задавал студентам, которые хотели к нам прийти на стажировку, как вы видите сочетание и каковы у вас приоритеты с точки зрения реализации обучения и прохождения соответствующей стажировки, потому что это довольно важно с точки зрения объема работы в рамках университетских задач и в рамках этой стажировки. Поэтому, на мой взгляд, самому соискателю необходимо определиться, что для него является приоритетным и уже, исходя из этого, выходить соответствующим вопросам к потенциальному работодателю, к тому, кто будет организовывать эту стажировку, сколько времени вы готовы проводить в качестве стажера в той или иной практике внутри компании. А в целом, ответ, да, положителен, но все условия оговариваются индивидуально. Альберт, спасибо вам большое. Спасибо всем за внимание. Уда, вытворили интересы слушателей. Спасибо большое всем за внимание. и спасибо за ваше время. Всем спасибо, всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания.